Здравствуйте! Паштеты с говяжьей печени. Классика своего рода. Полкило печени, морковка, лук, сливочное масло и сливки, так как это будет сливочный вариант. Нарежу лук. Одно-две луковицы, достаточно мелко. Морковь крупную. Печени у меня полкило, кстати. Натру на терке. Один зубчик чеснока использую. Много не буду класть. Как обработать печень? Надо ее разрезать по всем этим протокам и внимательно посмотреть. Да, а вот с этой стороны, вот эту матовую пленочку, надо удалить, поддев ножом. Говорят, что очень эффектно получается акриловым ногтем, но я этого не видел и вряд ли мне удаться это увидеть. Такой фокус. В общем, снимаю пленку, разрезаю печень по протокам. Ну и смотрю просто, нет ли уплотнений. Сами протоки сами по себе, ничего страшного у них нет. Но если там какие-либо уплотнения и включение более твердое, особенно желтого цвета, их надо вырезать. Ничего в них страшного нет, но они нам не нужны в паштете. Вот я вырезаю и прощупал мягкое. Ну и слава Богу. В общем, нарезал достаточно мелкими кусочками. Ну, самое главное сделал. Такая рутинная работа выполнена. Дальше можно готовить подсолнечного масла граммов эдак 30 и кусочек сливочного граммов эдак 40. Мускатного ореха у меня совсем чуть-чуть его вот кончает, почти кончится, но мне этого количества и хватит, слава Богу. Отправляю жариться лук на большом огне. Через пару минут пошла морковка. Убавляю огонь до среднего. Ну и минут через шесть пошел чеснок. Мне не надо, чтобы сильно зажарились овощи. Еще через минуту после чеснока пошла печень. Огонь опять делаю большим, так как выделяется влага. Присаливаю. Черный перчик. Так как огонь большой, надо достаточно часто помешивать, что я и делаю. Добавлю лавровый листик и измельченный мускатный орех. Пошли сливки. Порядка ста миллилитров, двадцати процентах сливок я взял. К тому времени печень обрабатывалась минут семь. Накрываю крышкой и тушу под крышкой на умеренном огне минут семь- восемь. Еще солю. Подержу еще на огне, не накрывая крышкой, чтобы загустеть содержимое. Ну вот, через две-три минуты то, что я сейчас вижу на сковородке, это будет в самый раз. Пошло все это дело, содержимое сковородки, в измельчитель. Добавлю еще масло, еще граммов 50. И включаю шайтан-машину. Сколько молоть, решите сами. Чем дольше мерите, тем тоньше структура будет. Как вам нравится, так и решите. Я где-то сделал четыре захода, минуты по полторы. Все готово. Уложил в контейнер, залил растопленным сливочным маслом. Как подать вариантов в интернете миллион сто тысяч. Можете сами пословить. Просто поджарил хлеб, намазал сверху и овощи, и все здорово, и все вкусно. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok